Всех приветствую, продолжаем знакомиться с автобиографией актеров, актрис, их фотографий. Мэри Августа Мэй Йох, актриса американского музыкального театра. Начала свою карьеру в 1886 году в Нью-Йорк, Чикаго. После других выступлений в Соединенных Штатах она быстро добилась успеха на лондонской сцене, начиная с 1893 года. Там она сыграла главную роль в популярном шоу «Маленький Кристофор Колумб» в 1894 году. Я пользуюсь википедией. В том же году она вышла замуж за лорда Фрэнсиса Хоупа, владельца бриллианта Хоуп. После свадьбы продолжала выступать в музыкальном театре в лондонском Вест-Энде, а затем в США. В начале 20 века выступала в мюзик-холле и Водевиле на западном побережье и в других местах США, но часто подвергалась финансовой опасности. В 1924 году она и ее последний муж Джон Сматс поселились в Бостоне, где она умерла практически в нищете. Йохи начала свою карьеру как сопрано, но вскоре ее голос понизился до контральта, которое было описано как своеобразное. В марте 1887 года появилась в продвейской постановке Макколла «Лотаринге». Затем сыграла в той же постановке в Чикагском оперном театре. Впоследствии гастролировала по Америке и за рубежом с актерами Джорджа Ладерера. В 1893 депутировала в Лондоне в роли Мартины, волшебной Мопали и Сака Альби. А в следующем году сыграла главную героиню в мюзикле «Леди Слейми». Находясь в Лондоне, стала фавориткой принца Уэльского, впоследствии короля Эдуарда VII. В 1896 году сыграла главную роль в мюзикле «Красавица Каира» в Королевском придворном театре Лондона. Позже она дважды возвращалась на Бродвей. Известная своим ослепительным выступлением на сцене и бурной личной жизнью, ее карьера была вихрем театральных триумфов, романтических запутанностей и финансовых проблем. Одной из ее самых известных ролей была оперета «Леди Слейми», премьера которой состоялась в Лондоне в 1894 году. У Мэдди Йохи была бурная личная жизнь. Первый брак за лорда Фрэнсиса Хоу, наследника знаменитого бриллианта Хоу в 1894 году, ушла от мужа к красивому популярному капитану Строн, военнослужащему США. Брак тоже был недолго, развелись в 1905 году. Написала сценарий к многосерийному фильму «Тайна бриллианта надежды» в 1922 году, в котором она также гастролировала в адвильном туре, и пыталась найти удачу в фермерском предприятии вместе с другим своим мужем, капитаном Джонс Матсом. Но это оказалось провалом. В последующие годы некогда блестящая карьера пошла на уволь, но ее театральное наследие оставалось нетронутым. Испытывая финансовые трудности, она бралась за разные работы, а попытаться заработать. В 1938 году она устроилась на канцелярскую работу в Управлении прогресса работ в Остане, зарабатывая 16,5 долларов в неделю. К сожалению, вскоре после получения этой должности, Йохи умерла от болезни сердца и почек. Ей было 72 года. Ее муж сбросил ее прах в Атлантический океан. Жизнь и карьера Мэй Йохи продолжает очаровывать историков, любителей театра и широкую публику. Ее история – это история триумфа и трагедии, отмечена ослепительными успехами и душераздирающими неудачами. Ее способность переосмысливать себя перед лицом невзгод и непереходящее влияние на театральный мир делают ее неотразимой фигурой в истории. Ну вот так вкратце об актрисе американского музыкального театра Мэри Августа или Мэй Йорк, данной из Википедии. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры создавал DimaTorzok